Украина, Донецк, где вы пришли сюда. Я бы сейчас сказал, что Анна, что вы хотите продолжить, что вы говорите о своей семье, о своем жизни в Горловке. Здравствуйте. Я хочу приветствовать вас и сказать большое спасибо, что вы все пришли сегодня меня поддержать. Анна говорит огромное спасибо, что вы пришли, чтобы вы пришли к нам. Меня очень радует, что здесь столько людей, неравнодушных к Судьбе, жители Донбасса. Она радует, что здесь встречаются, которые не соответствуют, В Германии я впервые приехала, оказалось здесь случайно. Я еду из Италии, где провела встречи в четырех городах с выставкой «Погибшие дети Донбасса» и с презентацией книги «Жизнь под бомбами». Она из Италии, где провела встречи в Донбассе и в этой книге, которая показывает фотографии от детей о своей городе городе. Я провела конференции в Риме, Вероне, Пезера, общалась с парламентариями Сан-Марина, с руководителями фракций, пытаясь изложить ситуацию, происходящую у нас сейчас в Донбассе. Для наглядности происходящего я привезла все эти фото. Хочу сразу просить прощения за их качество, поскольку они сняты на телефоны окружающих местных жителей, поэтому они непрофессиональные. На данный момент по всему миру Юго-Восток объявлен как антитеррористическая операция. Ну я со своей стороны, как живой свидетель, приехавший из Горловки, хочу свидетельствовать и говорить вам, что мы не оккупированы никакими террористами. Мы у себя находились дома, в своих домах. К нам пришли нацбатальоны украинской армии и начали безоружных людей расстреливать, как в тире в их жилищах. Они хотят показать, что они не оккупировали территорию. И они уже живут там, и они не оккупировали. Айдар, Днепр, Азов, где находились также люди, которых выпустили из тюрьмы, они были осуждены за тяжкие преступления, чтобы они не шли издеваться над нами. Эта ситуация возникла в связи с тем, что жители Донбасса воспротивились националистам, власти, которая была захвачена террористическим путем, которую никто не избирал. И жители Донбасса не захотели жить под диктатурой такой власти, где президент отдает приказы по убийству населения. Президента Порошенко мы не избирали. Мы дважды проводили Референдум, где были избраны главы наших республик. Донецка и Луганска. Это Захарченко и Платницкий. Президент Президент Виловаска на нашей территории. И открыто представители президента на данный момент заявляют по всем телеканалам, что 4 миллиона юго-востока, это Донецка и Луганска области, самые густые населённые. Это генетический мусор, это 4 миллиона лишних людей, которые подлежат ликвидации. Президент Президент говорит, что 4 миллиона людей из Донецка и Луганска, которые не нужно защищать, которые не нужно защищать. Тремя детьми, двое детей жили от первого брака, они жили с нами. Конкретно в моём городе боевые действия начались уже в это время, шла война повсюду, в Горловке ещё нет. Боевые действия начались в июне 2014 года. На крышу моего дома заходил самолет. И он начал сбрасывать бомбы в трёх километрах от нашего дома. В это время уже был разгромлен Славянск, станица Луганска. Об этом свидетельствуют фотографии, где более 18 женщин были убиты с вертолётов от авианалётов. Вот фотографии этих всех расстрелов в столице Луганска, где жилые районы с самолётов украинской армии просто решили уничтожить и расстрелять. В это время уже в Луганске, Славянск, станица Луганска уничтожила, где 18 женщин были убиты. В панике. Мы бросили всё, сонных детей, мы бросили в машину. В течение 40 минут мы выехали из Донецка области, потому что мы поняли, что начинается война. Это было ужасно. В этом моменте они уничтожили всё вместе, в автобусе, в особенности, что дети уничтожили, потому что они знали, что в этот момент, что в этой стране война начинается война. Муж был со мной неделю, он вернулся домой. Я осталась в Николаевке вместе с двумя детьми. Захаром, которому было полтора года, и девятилетней Кати. Все это жестокое лето по Горловке велись обстрелы из тяжелой артиллерии, 40-зарядных ракет, системы залпового ураганного огня под названием Град. И именно из таких реактивных систем был расстрелил в Донецке троллейбус, вот вы видите его на фото, в левом углу. Захаром, где два троллейбуса полных людей погибли, среди них были дети. Моя подружка ехала в соседнем маршрутке, я оторвала ногу до пояса. Она прикрыла своим телом девятимесячного ребенка. Собой закрыла ребенка. И одна женщина, которая была ураганом, и она была урагана с ребенком, чтобы это не было ураганом. Большая часть детей погибла именно в этот период от авианалетов, горловских детей. 85 детей, это в Донецке область, сейчас эти цифры намного выше. 80 детей, которые были оттяты, в Горловке, Донецке область. И вот здесь, мама, с маленьким ребенком в парке, убил их самолет. И вот здесь, вы видите, есть мама, которая с ним спорта с ребенком, и она была урагана с ребенком. Убилла детская поликлиника, роддома, 10-дневный ребенок, он погиб от от отшелочных ранений, не успел родиться. Одна клинка, она ураганом, и она урагана с ребенком. Эти фотографии от Шахтерской, Ванечка, его братец погиб сразу мгновенно. Мальчику оторвало обе ноги, руку, глаз. И второй не видит глаз. Вот этих всех детей считают террористами. И с ними воюет украинская армия. И все эти дети, которые вы видите, называют террористами. И с ними воюет украинская армия кемпет. Сейчас весь мой город уставлен вот такими памятниками. Это лишь часть семьи этих детей, которые погибли от рук национальной гвардии. Здесь не все, здесь большая часть не достигла восьмилетнего возраста. Все эти дети, перед тем, как их убили, вот это вот, Полина ее убил, самолет, несет ее доктор. Он думает, что она еще жива, поэтому он дала интервью. И вот здесь, в основном, все они погибли, находясь у себя дома, либо во дворах детских садиках, два братика. Я думаю, что эти дети, которые я вам показываю, были от дома, либо в квартирах, либо в квартирах, либо в квартирах, либо в квартирах, либо в квартирах. Таких детей сотни, и об этом говорить можно очень бесконечно. Вот плачет мой друг над своим четырехлетним сыном. Это ее друг, который говорит о своем четырехлетнем сыном. В Донецке, в их доме, через крышу попала прямая бомба, и жене, 29 лет, оторвала ногу. Старший мальчик из уродовала лицо ему. Старшему сыну из уродовала лицо. Младшего, к сожалению, пока он откопал, он задохнулся под грунтом. На него упал дом. И здесь вы видите, что кто-то, который тоже потерялся, это весь дом из дома, на своем теле. Четыре долгих месяца я жила в Крыму с детьми. Это был как раз период присоединения Крыма к России. И был огромный поток Беженцев в Крым. Они жили в Крыму с детьми. Четыре жил за радостью, что Путин их собрал и наконец-то их жизни станет спокойнее и лучше. Все были рады, что все-таки Крым вернулся домой и Севастополь снова будет русским. Я хотела к своей семье, к своему мужу, я знала, что дома у меня прекрасное город, семь свиньев, коровы, большое хозяйство. Наша дружная крепкая семья, которой мы прожили 9 лет, родили трех совместных детей с ним. 18 часов в сутки, поэтому детей я видела только ночью спящих. И целыми днями 9-летняя Катя нянчила грудного Захара, привозила мне его на коляске, чтобы я его могла кормить. И, в основном, было необходимо, 18 часов вместе с ним работать. И, в основном, она попросила на ее маленький сын и привела его к работе, чтобы она его остановилась. Поэтому, когда после ожесточенных боев заключили перемирие, минские соглашения, мы с такой радостью летели домой. Мы знали, что войны больше не будет. Мы настолько верили, что это последние дни войны. И, в основном, было с помощью республики Минска-Минска-Минска-Абкома в Ганг. И, в основном, были все граждане в городе счастливы, что война будет закончена, что война будет закончена, что война будет закончена. До этого четыре раза мой муж приезжал за мной в Крым, пытаясь забрать меня домой. Но я боялась и ждала именно этого политического решения. Я настолько верила в эти минские соглашения. Я знала, что если их закончат, значит война закончится. И, в основном, у меня было несколько раз, чтобы вы разговаривать, что война будет снова на Крым. Но все люди, которые в Крымске и в Горловке, в Горловке, в Крымске, в Крымске, в Минске-Абкома и в Крымске, в Крымске, в Крымске. Люди начали возвращаться в мой родной город. Все лето была страшнейшая блокада. Не было воды, не было света, был парализован транспорт. На Крымске из девяти улиц было всего пять жилых домов. В Крымске из девяти улиц было не только в Крымске, но и в Крымске. На крупные религиозные православные праздники шли сильнейшие ожесточенные обстрелы и мы не могли даже прийти в Крым и молиться. Но мы приняли решение все равно вернуться, потому что понимали, если город будет пустым без людей, его сотрут с лица земли. Мы знали, что все это делается для того, чтобы мы покинули свои жилища, дома ушли и оставили эту землю. На которой мы родились, выросли, всю свою жизнь работали. Мы чувствовали, что если мы просто перестали эту землю, то мы чувствовали, что мы хотели это землю, что без людей. И поэтому многие, кроме этой зерстёрной страны, снова вернулись. Потому что президент, ясно, давал понять, что нужна только земля, люди не нужны. Мы вернулись домой. Мне казалось бы, сентября-октября было более-менее тихо. Sie gingen also wieder zurück in ihre Stadt. Im September, Oktober war es verhältnismäßig ruhig. Моя Катя пошла в школу, Захара отдали в детский сад. Моя Катя пошла в школу, и Моя Катя пошла в школу, и Моя Катя пошла в школу, и все было уже хорошо. Но через два месяца начался Ад на земле. Было, что мои подвалы суток не могли выйти из подвалов. Но так как на этом фото дети учили уроки в подвалах, они рисовали сидя в бомбоубежищах. Hier sehen Sie zum Beispiel Kinder in Карпарovsk, die sich in den Кällен verborgen haben. И also unten ihre Schulaufgaben machten, weil es ja nichts zur Schule ging. Потому что по нам стреляли вот такими подарками из украинской армии. Это точка уракета, начиненная 500 килограммами тротила. Это Зайцева горловка, наша девочка Рита. У них в огороде вот такие вот гильзы лежат. Украинские войска стреляли фугасами по домам, разрушая полностью подъезды, стояки. Украинские войска стреляли фугасами по домам, разрушая полностью подъезды, стояки. Моя подружка спрятала всех троих детей в ванне, у них не было погреба, и снаряд попал прямо в ванне, всех троих убила, разорвала на части, их хоронили в закрытых гробах, потому что были одни фрагменты. В правом углу лежит с бантиками София, я убил самолет при бомбардировке. Украинские войска стреляли фугасами по бомбардировке. Украинские войска не могли оставить свои дома, потому что понимали, что никуда будет вернуться. Каждый день просыпались и верили, что этот день последний день войны. Мы отводили в 8 утра детей в школу и садиков, в 9 уже летели их забирать, потому что начинался сильнейший обстрел. Мы забирали детей из коридоров зеленых от ужаса. Дети в рюкзаках носили в школу каждый день листочки с инструкцией, как себя вести при артобстреле. У всех у них были вот такие бейджи награды, где были данные группа крови, чтобы легко было опознать их тела при обстреле, либо оказать им помощь, если они будут без сознания. Без таких этикеток их не пускали в школу. Однажды я у Кати спросила, почему девочка на костылях ходит в школу. Она ответила, что когда начался сильнейший обстрел, она до такой степени испугалась, что прыгнула в погреб, мимо лестницы, сломала ноги себе. Und ein Kind ist gefragt worden, warum es an drücken zur Schule geht. Dieses Kind als bombardierung begann, hat sie sich aus lauter Schreck, hat sie sich von der Treppe fallen lassen und hat natürlich beide Beine verletzt. Все это время расстреливалась наша инфраструктура. Детские сады, школы, детские поликлиники, больницы. Нет ни одной поликлиники, ни расстрелянной детской в Горловке. In Горловка ist die ganze инфраструктура zerstört worden. Schulen, Krankenhäuser, Kindergärten, Wohnhäuser. Also, buchstäblich alles. Простите, мне очень трудно говорить, потому что я все вспоминаю. Mir ist schwer zu reden, wenn ich daran denke. По нам проводили всевозможные опыты. По нам стреляли кассетными бомбами. Uns hat man, die ukrainische Armee hat uns mit allen Möglichkeiten zu vernichten, also, vernichten wollen. Man hat uns mit Kassettenbomben beschossen. Gaubitzами, которые запрещены по всем Конвенциям ведения военных действий. Mit Haubitzen, während der ganzen Zeit des Krieges. Эти вооружения, они летят на 30-45 километров и выжигают все на своем пути. Und diese munition, oder diese Zeug, die fliegen 30-40 километров und treffen dann irgendein Ziel. По людям стреляли, по пунктам выдачи гуманитарной помощи, где стояли пенсионеры. По церквям, где молились большое количество людей. В массовом скоплении населения, в девятиэтажные дома, школы, садики, где большое количество людей стреляли именно в эти точки. Also, im Grunde genommen, hatte man keinen Unterschied gemacht, die ganze Bevölkerung. Ob sie in Kindergärten war, ob sie in Wohnhäusern waren, überall wurden die Menschen. Целились по водополам, чтобы перебить, обесточить, обезводить. 39 котельных в Мамгороде расстреляны. Es sind auch Brunnen zerstört worden. Так мы прошла вся зима. Всю зиму вся моя беременность прошла по подвалам. Die ganze Schwangerschaft von Anja ist also in Keller von Staten gegangen. У детей были постоянные воспаления легких, потому что из теплой постели нам приходилось бежать к соседям за пять улиц по снегу, прятаться в их погреб. У нас не было своего. 12. мая у меня родилась Милана. Заключили очередные Минские соглашения. Но через час после рода мы были вынуждены уезжать из роддома, спасать наших детей. Потому что начался обстрел нашего района, а Катя с Захаром были дома, раскидывались ему. В 21. мая мы праздновали Катя 11 лет. Сознание 11 лет у нас праздновал Катя 11 лет. И через пять дней Катя пришла со школы и она последний день отучилась с отличием. Такая рада. Я обещала ей летний лагерь, если она хорошо закончит школу. Что ты обещаешь? Летний лагерь. Мы селили кушать во дворе с мужем, с детьми, Захар бегал по двору. Милана на коляске стояла, Катя только пришла со школы. Над нами летал дрон, но как правило, обычно они не успевают подняться в небо, их уже ПВО сбивает противовоздушной обороны. А этот дрон никто не пытался сбить, мы не могли представить, что это украинский дрон. В некоторое время мы услышали выстрелы и практически сразу приземляющиеся минометные удары рядом с нами. В панике мы начали бежать в дом, муж с детьми первые. Я оставалась одна в городе и забегала последней. Когда я забегала на порог, я уже слышала, как мина свистит мне в затылок. Я захлопнула дверь за собой, успела только с мужем взглядом столкнуться и сказать, что это все. Он в три шага разогнулся, прыгнул на меня, открыл у меня под рукой дверь. И в этот момент, прямо рядом с нами, между коридором и детской, упал первый снаряд, который... И в этот момент, между коридором и детской, у меня взрывной волны, у меня на улицу, вместо двери. И в этот момент, когда я забегала, у меня взрывная волна, у меня взрывная волна, у меня взрывная волна. Я не могла пошевелиться, из-за того, что была привалена тяжелая дверь. Сквозь весь этот ужас я слышала, как под землей задыхается и кричит мой Захар. На него упал дом и я слышала, что он кричит из-под земли. И в этот момент, когда я взрываю ее, у меня взрывная волна, у меня взрывная волна. И в этот момент я почувствовала легкость, сосед поднял дверь и я очень быстро забежала в дом. Закрытыми глазами, еще засыпанные в семье. Как робот на автомате я начала откапывать сына даже не понимаю что я делаю это одной рукой. Второй снаряд попал к нам в дом. Мы успели за холодильник забежать с ним и второй снаряд упал прямо в кровь. И он и Аня поднимали нас в холодильнике. И потом и другие гранаты пришли. Только тогда я увидела, что вежащий Захар пытается держать меня за руку. Я пустила голову, рука моя на одних слухожилиях висела оторванная. Захар в панике держал меня за оторванную руку. Только тогда я увидела, что у меня в фонтане кровь и я его колготом и начала себе завязывать руку. Я понимала, что все это время под обломками находится где-то Юра и Катя, но не могла сдвинуть одной рукой ни один из шлакоблоков. Телефоны лежали на стекле аквариума и он лопнул. Они утонули в воде и не могла вызвать себе скорую. И она не могла вызвать себе скорую. Телефон стоял на аквариуме. И в этой шлаке ушли в воде. Я кричала, но ничего не слышала в ответ. Никого не было вокруг. Я очутилась в этом доме вместе с двухнедельной девочкой и сыном, который был весь разорван. И я обожжена. Я обожжена. И она была в воде, который был весь разорван. И он не видел глаза. И я не могла видеть его на аквариуме. Он был весь длин. И она была с мужем в келле. Мы нашли Милана и только тогда он перестал кричать и он ее обнял и лежал, просто вот так вот дрожавая. Я приехала МЧС и я была уверена, что сейчас раскопают Юру с Катей, что они просто без сознания. Я кричал ребенок, потом была грабовая тишина. На тот момент я уже чувствовала острую боль в руке, боялась терять сознание, но понимала, что уже я стекла кровью сильно. Когда за мной зашла Фельдшер, моя подружка со скорой помощи, она стала меня выводить под руки. Я вышла, слева от меня лежала половина туловища моей Катей. И, в основном, в основном, лежала половина твоя девушка. Разорвана, она попала в поясницу. И, в основном, она взрослась. Вот такой вот был мой ребенок. Красивый, заботливый, трудолюбивый. Я ее родила как принцесса. Она ходила в воскресную школу на танце, дизайн. Она была очень жизненная. Она была очень жизненная. Она была очень жизненная. Она взрослась в танцах, в церкви. Но полковник украинской армии, Виктор Юшко, отдающий приказ по обстрелу моего дома, решил, что жить больше не надо, Катя. Но тот, что Юшко, который дали его право, его дом, тоже его дом, Звучит музыка, который был уничтожен в его доме и в других местах. С права от меня была туша моего любимого Юрия, без рук и без ног. И что-то плохое, что его тело не было, без руки и без ног. Юрия была 36 лет. Все меня спрашивают, как ты можешь это все повторять и ездить, и говорить по миру. Я сейчас говорю с вами, а там продолжают умирать люди. Каждый новый день приносит жертвы среди мирного населения, среди тех жертв дети. Более трехсот только на данный момент они калеки. У кого-то нет руки, ноги, у кого-то нет глаза. Нас называют террористами, но ни один ребенок на украинской стороне не погиб. Ни одно здание не разрушено. Почему-то гибнут только люди юго-востока и рушатся их дома. Он ненит нас террористы. Сынт эти Kinder-террористы. Что свидетельствует Азачистки Донбасса от населения? Азачистки Донбасса от населения? Азачистки Донбасса от населения? Сейчас это самое бедное государство. И с этим принятым безвизом сейчас это государство будет самым опасным для Европы, потому что все эти нацисты, бывшие герои АТО, которые убивали детей, они приедут сюда. Они вернулись домой, никто даже спасибо не сказал, они не получили денег. И теперь они приедут и сядут на пособие по безработице. И в основном, они тоже пришли, они убили детей, которые убили детей, которые убили детей, которые убили детей. Я являюсь гражданка Украины до сих пор, у меня украинский Паспорт. Но я могу сказать, что мне стыдно называть себя гражданкой Украины, потому что по столице, по Киеву, сейчас ходят нацисты с эсэсовской символикой, как это была с эсэс-галичина, украинская повстанческая армия, когда убивали поляков сотнями за то, что они поляки, евреев за то, что они евреи, армян за то, что они армяне. Сейчас повторяется, их внуки сейчас пришли к власти и правят и уничтожают нас за то, что мы русские. И, burn a secret, whatever, она, она спросила, что, по сути, что онаìn в любых городrok NOTEiyда, она не убежал. Она решает, что, она представлен в руку, с настоящими людях, colonи поля чего-то, актив outer, боевые заставки граф. У меня русские родители, русские бабушки, русские дедушки. Большинство населения Донбасса имеют русские корни, что влечут со стороны Западной Украины вот такую вот яру ненависть, которая была заведомо еще до войны и начата. Нет, нет, нет так быстро и не так тремно. Роткие паузы, пожалуйста, прошу, повторите еще раз. У меня русская мама, русский папа. Дианя, как и многие остальные Украины, русские родители. Русский папа, русский родитель, русские родители, как и многие в Донецке. Большая часть населения Донбасса имеют русские корни. Все мы говорим на русском языке со своего рождения. Мы родились в Советском Союзе. Мы все говорим русский со временем Советского Союзе. Поэтому раковая опухоль для президента Порошенко. Он решил, что должны жить только наследники Бандеры. Мы не имеем права на жизнь. Поэтому он над нами издевается всеми методами, как и в те времена. Бойцы Батальона Азов с особой жестокостью. Основной частью Батальона Азов-Батальона. Основной частью Батальона Азов-Батальона. Высокие проценты этих бойцов, они были осуждены за тяжелые преступления. И они освободили их, чтобы они шли воевать с мирными людьми. Многие Азов-Батальона Азов-Батальона. Батальоны каратили насиловали новорожденного ребенка на глазах у матери недостигшего одного года жизни и снимали это все на телефон. Да, как можно сказать, он был уничтожен. И это было потом еще отнимано, который был уничтожен. Это видео потом попали в сети, обнародованные девочки 16-летние уничтожили батальоны, потом задавали монтажную пену их половые органы. Что они? Монтажную пену. Например, у меня есть 16-летние девочки, в том числе, когда они засоборуживают. И они? Да, что... Это надо было сомерным батальоном, так и они засоборуживают, и сомерными девочками... ...звязали. Об этих издевательствах можно говорить много, но я знаю, что для вас это шок, я не хочу травмировать вашу психику. На той стороне Украины, так же самое, 80% людей ненавидят эту украинскую власть, которую они не избирали, которая пришла путем захвата. 80% der украинской Bevölkerung выручивает эти украинские преступления, которые никто не избирал. Именно поэтому выборы откладываются и не дают нашим двум областям голосовать, потому что прекрасно понимают, что президента, террориста никто не выбирет. Поэтому не позволяет Луганска и Донецка область за руководство, потому что они знают, что эти два область не будут для руководства. За время войны доход его увеличился в три раза, в то время как уровень жизни людей намного стал ниже и повысились коммунальные платежи. В полном объеме работает его оружейный завод, ритуальные конторы. Оружейный завод и ритуальные конторы, преднадлежащие Порошенко, работают и приносят доходы. То есть эта война, она очень выгодна власти для отмывания денег? Это не наша война, это война олигархата. Это не нашу войну, это война олигархата. В основном, в том, что в Донбассе, для того чтобы была жизнь так хороша и богата на Донбассе, они положили свое здоровье и всю свою жизнь на труды. В основном, в том, что Донбасс очень известен для его работа, и они дали их здоровье и здоровье для государства. А теперь к нам приходят домой Назисты с нашивками, рабовладелец. И теперь к нам приходят домой Назисты с нашивками, рабовладелец. Сейчас Вашингтон выделил 500 миллионов долларов на поставку летального оружия для зачистки Донбасса. В основном, в том, что в США, как и у нас, было 500 миллионов долларов, чтобы Донбасс с донбассом равен. Минские соглашения, так называемое хлебное перемирие, оно не соблюдается. Ежедневно мне звонят и пишут из Горловки и рассказывают, как они спят на полу. Ежедневно мне звонят, как они спят на полу. Все это время там продолжают оставаться дети. Почти всем им нужна психологическая реабилитация, но взрослые мужчины сходят с ума после обстрелов. В основном, они нужны психологические реабилитации, потому что, если человек, просто человек, на бассейне, на бассейне, на бассейне, на бассейне, на бассейне, на бассейне. В основном, они уже слышат, когда они летят, куда они спят на бассейне, на бассейне, на бассейне, на бассейне, на бассейне. Они просят, чтобы они не стреляли по ним. Все это время, они рисуют мир на своих рисунках в этой книге. Можете, на бассейне? Они рисуют на своих рисунках руками, ломают снаряды и показывают то, что нельзя по ним стрелять. Они рисуют разбитые стекла своих домов, то, что они видят. Можете из них рисуют счастливую семью, но, к сожалению, у многих семей мама и папа убила и они остались сиротами. Все они рисуют мир, солнце, но как правило они рисуют это в подвале, как нам обещал президент Порошенко. Вот они рисуют и подписывают подвал, и рисуют самолеты, которые бомбят их. Это рисунки шестилетних детей. Вот мой дом. Это то, что вы оставили. Это то, что вы оставили. Я не воевала, я не ходила ни на один из митингов, я не участвовала ни в одной из манифестаций. Мы слова никому плохого не сказали. Это я в больнице со своей двухнедельной девочкой, которую оставили сиротой. Это из-за того, что в моей городе было очень много сирот. В моей городе у меня остались только кресты. В моей городе у меня остались только могилы. Моя итальянская подруга приехала в центр Донецка и поставила вот этот памятник бронзовый, память погибших детям. В моей городе у меня есть много таких памятников. Вот таких вот досок с фотографиями детей. Они все усеяны игрушками. Все эти дети расстреляла украинская армия. И zwar все дети, которые из украинской армии украинской армии уничтожены. История этого памятника основана на реальных событиях. Мальчик закрыл с собой сестричку ценой своей жизни и его убила снарядом. И девочка осталась жива благодаря ему. Это было бы в второй мировой войне. У вас тоже. В Донецке. Это было бы в 2. мировой войне. В Донецке. Это было бы в 2. мировой войне. 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 Таких исков сотни направляется туда, но реакции никакой нет. Весь мир закрывает глаза на геноцид этих всех людей. Она чувствует, что всю страну все окружает глаза. Всех их спасет только информационный прорыв. О том, что я говорю, должны говорить сотни, тысячи. Только тогда люди узнают правду о происходящем. Я надеюсь, что я еще выступлю в Европарламенте. Я надеюсь, что она придет в Европарламенте. А власти Германии в Европарламенте зададут вопрос, почему происходит так, что президент убийцы до сих пор на своем посту продолжает руководить массовыми расстрелами людей? Когда мою девочку расстреляли, я хотела пойти воевать, но меня не взяли. В основном, когда мою девочку расстреляли, она не взяли в Европарламенте, но они не взяли в Европарламенте. Но я не могу смириться с этим. Я имею информацию. Я считаю своим долгом говорить до тех пор, пока не будет покаран последний человек, участвующий в убийстве этих детей. Она предупреждает себя так долго, до того, как и последний человек, который совершил эти убийства, было преступлено. Спасибо всем всем. Я хочу на прощание рассказать вам маленький стих, написанный моей подругой. Она очень просила вам его зачитать. Пусть я буду последним ребенком, что украла у мамы война. Моё фото теперь как иконка. Мне не страшно. Я здесь не одна. Моё фото здесь как иконка. Это не страшно. Я не один. Мне рядом из Горловки Кира. Мне рядом из Горловки Кира. Мне рядом из Горловки Кира. 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 Это маленькая девочка. Я убил самолет. Это Кира, которая была из автобуса. И еще дядя и тетя с детьми. Со Славянска, Василий и Ира. Нас здесь тысячи, ангелы мы. Я не знаю, за что нас убили. Даже Бог не дает нам ответ. Мы мечтали, играли, любили. Мы мечтали, играли, любили наших близких и солнечный свет. Я Полина, мне было лишь восемь. Мишки пять, Вити два, Лени шесть. Прекратите войну, мы вас просим. Сколько душ полегло, что не счесть. Каковы жизни seventh они хотел? Н YouT�ба, это неизэк еду. Машенька была последняя ия. Машенька была вторая женщина,そうだ. Машенька была умерла. Ж reopen, да�. Моё фото теперь как иконка. Мне не страшно, я здесь не одна. Мне не страшно, я здесь не один. Спасибо всем. Я прошу всех, не остаться безучастными в жизни всех этих людей, которые остаются там. Я благодарю. Я одна из тех, кто еще там есть. 5 марта я провела всемирную акцию «Стобы геноциджители Донбасса». Этого года, 5 марта. 5 марта. 5 марта. Остановите геноциджители Донбасса. 22 страны, в том числе страны Европы, вышли с митингами под представительство своих президентов. 10 стран по дорогам. 25 стран. oqu с демозидж Madrid. 21 страну. Он был на улице, который был на улице, на улице Поросченко, который был в своем роде, который был в своем роде и был на улице, и был на улице, чтобы выстрелить. С требованием признать террористические батальоны и вернуть их в места лишения свободы. И, чтобы выстрелить их. Это было первым толчком, но нельзя останавливаться. Только это предотвратит войну, которую мы не хотели. Только такие акции помогут, чтобы закончить войну, который мы не хотели. Люди, марионетки, в руках тирана, олигарха. Люди, марионетки, в руках тирана, олигарха. Страна находится в ужасе от такой власти. Юго-Восток требует признания особого статуса автономии. Я здесь за мир. И я здесь за мир. Всем спасибо. Спасибо.